Пятью днями ранее в лагере военнопленных. Пятью днями ранее! Пятью днями ранее в лагере. 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 mano конца использовали любые подручные средства. Шкуры животных например. Козьи или овечи. Прекрасно защищали от холода. Ёлки-палки здесь ещё один. Нам не явно нужно это винцо? А, понятно, фонарь разбить Ладно, хорошо Быстро, быстро, быстро Теперь вниз Отлично Отличненько Так Есть Бегом, 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 бегом Ха, прикол Ну-ка Шикарно Блин, здесь что-то лежит, но Елки-палки Палива Да что ж такое-то О, отлично Британс Британский журнал Журнал London Opinion Призывавший граждан Великобритании поступать на военную службу На обложку помещен известный агитационный плакат с изображением лорда Китченера Тогдашнего министра обороны и поборника массовой добровольной мобилизации Его пронзительный взгляд, казалось, преследовал британцев повсеместно Так Отлично Иииииииии Хватаем Потащили, 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 потащили Потащили Тихонечко Ой-ёй-ёй, за овцами прятаться Вы что, серьёзно? А, вот-вот, сейчас есть возможность С ума сойти Может мне ещё овцу сам О, вот оно как Овцу с собой взять Да, вот это побег Вот это я понимаю Блин Давайте овечки, не отставайте Не отставайте Я, в принципе, могу из одной прятаться, но Но, 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 куда ты? О, отлично, отлично, идёт, идёт, идёт Одна овца, одна овца Всего одна овца осталась Так, быстрее сюда Отлично Так, идём за этой Идём, идём, идём У-у-у-у-у-у Всё, отлично, прошли И затерялись во тьме Ой, кто это? Ага, осветительная О, чёрт Как же мне с этим-то быть? Он же смотрит прямо на меня Он не отворачивается, надо идти А, я прошёл Понятно, хорошо Быстрей, 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 быстрей У-у-у-у Тихо Не дёргаемся Не дёргаемся Всё Вроде всё Какая луна Месяц Ох ты, чёрт повели Ну как же они? Как они? Как они? Они за мной или что? Не знаю Как-то это всё странно Что-то такое-то Ага А что 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 с ним-то делать? Вилфред Понятно Карл не погиб Вот как всё было 15 сентября 1916 года Кровавая битва Продолжала бушевать На Соме Всего в ней погибнут 206 тысяч британцев Фредди доверили Новейшее оружие Оно должно было Изменить ход войны Буквально Завязший в грязи Но барон фон Дорф Тоже жаждал Этой битвы Намереваясь Проявить себя Вот это да 15 сентября 1916 Флёр Франция Итак Вперёд Давайте-ка почитаем Новое оружие Вот это круто Битва на Соме Целью английской Наступательной операции Получившей название Битва на Соме Было ослабление Германских войск В районе Вердена Оттянув на себя Часть сил немцев Союзники собирались Затем нанести врагу Решающий удар И прорвать его оборону 15 сентября 1916 года В бою впервые были использованы танки Из имевшихся в войсках 49 машин типа Марк 1 Да, Марк 1 На ходу были лишь 18 18 из 49 Из них только 5 действительно вступили в бой Какой кошмар Битва на Соме завершилась в конце ноября 1916 года В ней погибло 650 тысяч немецких 420 тысяч британских И 195 тысяч французских солдат Танк Марк 1 Да, тот самый танк Марк 1 Танки, разрабатывающиеся в условиях строгой секретности Были названы как танк В английский Бак цистерна Из соображений безопасности нужно было Танк Нужно было скрыть от вражеских шпионов Истинное назначение этих машин В официальных документах говорилось лишь об устройстве Для транспортировки воды русским войскам Первая модель танка, названная Марк 1 Модель 1 При появлении на поле боя оказалось Сильное психологическое воздействие на противника Когда боевые машины достигли вражеских траншей Те уже опустили Однако немцы скоро научились бороться с танками Используя их слабые места Ну что же, а вот и он Хо-хо-хо Обалдеть Хо-хо Слушайте, ну это охренительно Ёлки-палки Я на барке Так Ухо-хо-хо Вот это просто невероятно Но, конечно, удивительно Что только 5 вступили реально в бой Есть С ума сойти Вот это зверь машина Вот это мощь Помню в лиге выдающихся джентльменов Танк этот Приехал на ограбление банка Вот это Было, конечно Быстрее, быстрее О, черт, черт, черт Он меня сейчас разбомбит же Мразь Блин, ну Неудобно, что вот Конечно, орудие Ты поднимешь Теперь я уже горю нафиг Ничего себе Я еще и под водой могу Вот это да Свободен Так Так Больше никого не осталось Кроме меня О, горящего танка Опять это Чертова бомбежка Где он там Где он там, падла Есть Ха-ха Хорошо А второго удара он бы не вынес Это уж точно Ну конечно, красавец Да, красавец Ага Блин, орудие Хуже не придумаешь Все Откатались мы на танке Давайте вниз Ух ты Боже ты мой Ух ты Ничего себе Э, мне вылезать надо было Мне вылезать надо было Сараса Надо было вылезать Ладно, хорошо Я побежал за немцем Думал, что все нормально Сейчас мы кое-что сделаем Оп Те-та-ра-та-та Не все сразу Телеграмм из Новой Зеландии Родился мальчик ТЧК Брайан ТЧК Мать, сын В порядке ТЧК Скучаем ТЧК А теперь мы попробуем Конечно же Не успеем отсюда выбраться Да Это Погибель была Необходимой Ладно Я должен был забрать это письмецо Хотя что-то мне подсказывает Что я наверное вернусь Все-таки сюда Я что погиб Просто Почему я погиб Я не понимаю Так, знаете А что если мне надо Потушить фитиль Ну так Ради Эксперимента Конечно Точно Обалдеть Надо было просто Потушить фитиль Да Это Неожиданный поворот Событий Я вам скажу Так И как же мне Ну да Видимо платформа Вот эта Какая-то Слабенькая Можно ее сломать Так Ну ящик конечно В порядке Несмотря на то Что он деревянный От взрыва гранаты Ничего не случилось Ничего не случилось с ним Так А все Понятно Надо взять еще одну И прямо туда Прямо в дырочку Нафига им такое Отверстие Прямо вот Здесь Вот это же неудобно Ну что Веселых выходных Урод И Отлично Так А так Возьму на всякий случай Еще одну Гранатки лишние не бывают Ооо Еще один танк Мой-то уже сломался Так Эээ Ну Я в него залезть уже не Нет Могу Отлично Шикарно Погнали Погнали Еще один танк Есть Шикарно Так Есть Да Все 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 Он угомонился Или я ему в окошко должен попасть Все Вроде в окошко уже попал Отлично Давим Есть Уху Вот это уже Конечно Да Отлично Так Уху Подбил Подбил Опять Опять Бомбардировщик Ух Ёлки палки Это был не так Тушу просто Быстрее Ох Так Отлично Еще один Где Где он там Где он там Вау Фондор Будь ты проклят Да Да Охо Охо Вот это круто А ну вылезай Урод С ума сойти Так Отлично Блок Да Ха-ха Шикарно Надо брать задницу Фондорфу Это то Чем я давно Мечтал Да Из-за множества промахов И проигранных боев Барон фондорф Был разжалован И отправлен в тыль Что для него было Хуже смерти И по делам 18 января 1917 года Прикованный к постели Эмиль Уговорил Анну съездить в Сен-Миэль Чтобы найти Мари И рассказать ей О смерти Карла Анна Тут же отправилась в путь Сен-Миэль 39 километров 18 января 1917 года Воберкур, Франция Так Тихонечко Мы же на чужой территории Дневники Давайте почитаем 13 мая 1916 Мне все-таки удалось выбраться Из этого места Не славив пулю Еле-еле унес ноги Бедняга Вилфорд Спас мне жизнь Теперь нужно попасть в Сен-Миэль Держись, Виктор Я иду к тебе 15 сентября 1916 года Пятый месяц я бреду вперед по сельским окраинам Очень хочется есть Но к деревням приближаться нельзя Я как-то попробовал заговорить с местными Но они узнали мой акцент И в итоге меня чуть не арестовали Нужно было как можно более быть осторожным Так Давайте Эмили почитаем 9 мая 1916 Фредди жив Да, не зря его кличут везунчиком И наш умница Волт тоже спасся Дела теперь не так уж и плохи 14 мая 16 Что же произошло в этом чертовом лагере военнопленных? Зачем они стреляли в Карла? Ненавижу эту проклятую войну Как мне теперь рассказать Мари, что Виктор уже никогда не увидит отца? Фредди 9 мая 16 года Все здесь меня зовут Везунчиком Фредди Если бы они только знали Слепая удача тут совсем ни при чем Все это происходит только благодаря тебе Ведь это ты согреваешь меня своим светом Освещаешь и указываешь мне путь Я каждый день о тебе думаю, родная 15 сентября 16 года Я не смог Его жизнь была в моих руках Но я так и не смог сделать это Его смерть не вернула бы тебя К тому же ты вряд ли хотела бы видеть меня в роли убийцы Нет, он был этого не достоин Здесь меня больше ничего не держит Если я переживу эту чертову войну, то сразу же вернусь домой Анна 9 мая 16 года Боже мой, Карл мертв Они все время говорили Он все время говорил о своем сыне Викторе Когда Карл рассказывал мне о том, что Виктор болен Его взгляд был каким-то странным Должно быть, он попытался сбежать, чтобы увидеть сына Это ужасно Как мне теперь рассказать обо всем Эмиле? 14 мая 16 год Я наконец-то нашла отца Спасибо тебе, Фредди За то, что вытащил его из этого ада Я больше не осмелюсь заговаривать с Эмилем Смерть Карла его окончательно сломала 15 сентября 16 года С каждым днем Эмиль все сильнее падает духом Он не получал никаких новостей о Марии и Викторе уже несколько месяцев Возможно, потому что Сен-Миэль попросту отрезан от внешнего мира Однако я боюсь, как бы все не оказалось намного хуже Я собираюсь их навестить Медсестре наверняка позволят пересечь линию фронта 15 сентября 1916 Ни от Карла, ни от папы нет новостей уже целых 4 месяца Что с ними случилось? Наверное, мне не стоит так сильно переживать Возможно, их письма до меня просто не доходят Думать о худшем я не осмеливаюсь Виктору очень нужен отец Как и мне Что же, давайте продолжим путь Факты Зима Зима была очень тяжелым испытанием для солдат, находившихся в траншеях и окопах В это время года главными врагами бойцов становились проникавшие повсюду холод и сырость Температура воздуха на западном фронте очень часто опускалась ниже нуля Многие бойцы попадали в лазарет с сильными обморожениями Приводившими в итоге к ампутации Приходилось постоянно думать о том, как сохранить ноги сухими Так, прячемся Так, бревнышко, бревнышко Как бы мне их отвлечь-то Да, у нее пропал ребенок Как же Как бы мне их отвлечь-то, чтобы пройти Я даже не знаю Куда мне это бревнышко бросить Может быть Так, а если я сюда Ух ты, елки-палки Ах, вот где девочка Так, давайте-ка мы Тогда Блин Что же делать Возьмем еще одно Собаку бросил Не получилось Или это волки Даже не знаю Так Так, может быть, туда бросить? Ага, отлично. Давай, беги, беги, беги. Без тебя, беги. Так, ну что же, дальше бежать. Немножечко подкрепились. И... Там одежда! Я могу сменить одежду! Ну давайте спустимся аккуратненько. Так, надеюсь он меня не увидит. Отлично, я переоделся. И... Лошадь-то я вряд ли смогу взять. Так что пойдемте. Эм... Так, эм... Нет, зачем мне переодеваться снова? Так, ну теперь я думаю я смогу выйти. А нет, стоп, подождите, надо вернуться назад! Вот оно что. Нет, выйти нельзя, надо вернуться назад. Это потому что какая-то пижама. Нет, нельзя вернуться назад? Тогда, видимо, действительно мне стоит уходить просто отсюда и все. Так, сейчас. Или может лошадь шлепнуть по заднице, чтобы этот отвлекся? Нет. Ну давайте выходить. Ладно, отлично, просто уходим. Так, спрятались. Идем дальше. Голодный, ослабевший Карл понял, что не увидит Сен-Миэль. Сил почти не оставалось. Но тут судьба расщедрилась. Ну что ж, дорогие друзья, встретимся мы с вами уже в следующей части. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. И советуйте друзьям, а также фолловьтесь на мой канал в Твиче. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон. Всем спасибо и до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok